Антонина Новикова в отделении полиции рассказывает, как было дело. На домашний телефон позвонил мужчина, сообщил ее сын, попал в дорожно-транспортное происшествие. Позвонили, что мой сын разбился. Одного парня на смерть, второй лежит, и сын мой разбитый. Срочно надо деньги откупать сына, чтобы его не посадили. Деньги у Антонины Васильевны хранились в банке. Это преступников не расстроило, они сообщили. Быстро одевайтесь и выходите. Мы пришлем машину. Водитель на красной машине. Машина, конечно, вот такая вот, но не крутая. Водитель автомобиля не только привез бабушку в банк, но и помогал получать деньги. Антонина Новикова только подписывала документы. Сотрудники банка пояснили, что бабушка запомнила ее, действительно сопровождала молодой человек. Они поняли, что это просто внук, который помогает своей бабушке. По словам бабушки, с банковских счетов она сняла порядка 500 тысяч рублей. В ходе расследования сотрудники полиции выяснили, цифры немного другие, около 300 тысяч, что тоже немало. Все деньги отправили по системе близ перевода. Спустя час их уже получили в Новосибирске. Вид перевода, он просто на фамилию поступает, просто фамилия, имя отчества. Где человек живет, какие адресы его прописки, телефон, это ничего не указывается. И то есть этот счет потом сразу же как бы аннулируется. На той же машине бабушку привезли домой. Она отдала водителю еще 3000 за помощь. Так ей сказали сделать мошенники. Позвонить сыну она так и не собралась. О том, что он не попадал в ДТП, Антонина Новикова узнала спустя несколько часов, когда сын сам позвонил ей. Тут же заявили в полицию. И бабушка вспомнила, что о таких случаях мошенничества много раз видела по телевизору. Видела мой золотой, видела все. Ну ведь как они его писали, что я мертвый, а этот больной валяется. И мой разбитый валяется. Ну а я мать жгну. За последнюю неделю только в Дзержинском районе Оренбурга это уже восьмой случай. Сотрудники полиции говорят, действует одна группа. Все деньги уходят в Новосибирск и Томск. А потому отыскать мошенников будет очень сложно. Юрий Мишинин, Илья Схаяли. Наше время.